Отец Алексей, здравствуй. Рад поговорить с тобой на ты. Здравствуй. О том, что интересует современного человека и о том, что интересует современного священника и наша сегодняшняя тема. Деньги. Кэш. Слушай, деньги же зло. Почему ты такой довольный? Или деньги не зло? Пока нет повода быть недовольным. Деньги зло? Деньги – это не зло и не не зло, это просто деньги. У тебя нет недостатка в деньгах? Есть. И ты говоришь, что деньги не зло и не не зло, а просто деньги? Да. Ну, значит, у тебя не очень много недостатка в деньгах? Не знаю, не задумывался об этом. А скажи вообще, священники, это средний класс, наверное, у нас, да? Нет, и не близко. Разве нет? Приглашаю на экскурсию по сельским приходам. Ну, если священник… Их большинство. Наверное. Но если священника на сельском приходе сравнить с остальными жителями русской деревни, то, может, всё-таки это будет средний деревенский уровень. Ну, средний деревенский уровень и средний класс – это две большие разницы, как говорят у них в Одессе. То есть, с деньгами у священника… По-всякому. По-всякому. Всегда по-всякому. Но лишних не бывает. Ну, лишних навряд ли бывает. А может, у кого-то и бывает. Почему нет? То есть, совсем по-всякому. Совсем по-всякому. Давай искать эти лишние деньги. Вот смотри… Неблагодарное дело. Будем искать… Я даже сказал вредное. Зачем? Почти свои. Я тебе нарисую ситуацию. Вот живет человек, у него нормальная зарплата, вся она уходит на жилье, на одежду, на врачей, что-нибудь в этом роде. Да. И, то есть, свободных денег практически нет. Да. Стал бы ты говорить ему, чтобы он каким-то образом, не знаю, где-нибудь подучился, сменил работу, сменил направление вообще деятельности для того, чтобы деньги появились. Почему я должен ему вообще об этом говорить? Не совсем понимаю. Но даже если с ним такой разговор зашел, то нет, 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 нет. Зачем? Он чем-то рискует на пути к большим деньгам? Да. Это же большая работа, больше усердия, больше напряжения. С деньгами ситуация очень простая. Вот есть такая хорошая фраза Амбросия Оптинского о том, что воля Божия познается из хода дел. Вот разумнее всегда жить как-то по этому ходу дел. И вот что Господь дает, тем как-то довольствоваться. Это не значит, что не надо учиться, не надо что-то достигать, не надо себя реализовывать. Это не значит, что это не может сопровождаться большими деньгами. Но вот как есть, так и есть. Зачем куда-то рваться в этом направлении? Хорошо, тогда такая ситуация. Как раз-таки опять есть как есть. Человек, он зарабатывает значительно больше того, что может потратить. Ну или начал внезапно зарабатывать значительно больше. У него, как я себе представляю, может быть два пути. По первому пути он будет постоянно улучшать качество своей жизни. То есть у него была квартира, он купит больше, это в лучшем месте. Да, был телевизор, он купит больше и прочее. Это первый путь. Второй путь, он может остаться в этих же рамках, а деньгами будет копить, инвестировать куда-то или что-нибудь в этом роде. Может так. Какой путь предпочтительный, на твой взгляд? Здесь нет никакого предпочтительного пути, потому что это всегда зависит от внутреннего состояния человека. Я знаю очень состоятельных людей, которые по Москве ходят в фуфайках, в обычном ватнике. И у них все в порядке, им ничего больше не надо. И сказать человеку, что лучше делать по-другому, ну с какой стати ему это лучше? А есть те, кто наоборот, у которых дома 15 соток площадью. И это нормально. И это выражает внутреннее состояние этого человека. Вот он такой. Хорошо это или плохо, но в контексте того, что можно было бы распорядиться по-другому, может быть и можно было бы. Но кто имеет право человека к этому принуждать? А в чем тогда может заключаться минус вот этого пути, кроме того, что можно было бы распорядиться по-другому? И в чем может быть минус того пути, когда человек становится обеспеченным, но при этом деньги на себя не тратит? Да минусы, плюсы Человек просто живет Он живет как есть Сегодня у него что-то получилось Где-то он что-то заработал Он подумал, что я могу с этим сделать Ну тебе-то по душе Ближе какой миллиардер? Тот, который в кроссовках ватники на метро Или тот, который купается в роскоши? Они все одинаково от меня далеко Вот И честно говоря Не знаю А по какому пути, на твой взгляд Сейчас пытаются идти обыкновенные люди? Каждый по своему пути Не надо загонять всех В одни ворота И подгонять всех под один шаблон Каждый живет по-своему Как у него получается У каждого человека есть какие-то ожидания от жизни С тем же самым автомобилем Здесь просто машина Лада Приора Машина? Ну машина На ней можно ездить На средства передвижения У нас разные взгляды А есть машина Да, у нас разные взгляды Это естественно А есть машина, которая стоит столько, сколько двухкомнатная квартира И у нас таки опять разные взгляды Вот И то и другое, в общем-то Названо одинаково Но стоят абсолютно разных денег Почему один человек ездит на такой, другой на такой? Вопросы к этим людям Каждый по-своему А вот смотри Я думаю, что наши монастыри Очень похожи на то, что делают миллиардеры в кроссовках А именно Ну, у них есть много Реально, денег много Земли Помещения Но сами они К этому, условно говоря, не прилагают сердце То есть они этим управляют Но в роскоши не живут Может быть, это и есть православный путь? Монастыри Они так же, как и люди Они все абсолютно разные И вот я бы Неправильно звучит фраза Вот посыл этой фразы Что наши монастыри не вот такие-такие Наших монастырей Простых и бедных гораздо больше Чем те, которые оперируют Какими-то суммами И недвижимостью И всем прочим Но если бы Они и бедные монастыри Становились бы обеспеченными Наверное, этот путь Был бы предпочтительнее Это всегда зависит От конкретного человека Понимаешь? Вот есть наместник монастыря Который не хочет В это все вникать Для которого Важнее прочитать Вечером молитвы Чем думать о том Как изменился курс доллара И что сделать С той валютой Которая лежит на счету И слава Богу А есть наместник Который свои молитвы уже прочитал И больше он не может Вот он прочитал свои Сколько ему положено Другой еще почитает А этот все У него уже наполнилась Коробочка сердца Ему дальше надо Чем-то позаниматься Он открывает интернет И смотрит катеров И видит, что Не мешало бы завтра Перекинуть эту сумму С одного счета А вот отлично Скажи мне А какие способы Стижания Ты знаешь? Что делать людям С лишними деньгами? Что делать людям С лишними деньгами? Ну да Ну то есть в банк класть Как-то Ну это понятно То есть можно положить в банк И там будут какие-то Небольшие проценты Можно положить в банк Можно инвестировать Во что угодно Например Рубрика Экономические советы От священника Алексея Котельникова Жестко звучит Но Инвестируйте В небесный банк Там хороший процент Там хорошие условия Про проценты не знаю Батюшка Откуда у священника деньги? У него бывает зарплата Типа оклада Серьезно? Да Иногда А кто Храм платит Храм платит священнику деньги Совершенно Большие? Везде разные И он живет Чтоб ты жил на одну зарплату И он живет на нее Ну он живет на нее А что ему еще остается делать? Он его дедик Может ходить по требам И брать Большие деньги за священника Нельзя Треба не имеет права Быть платной Ну можно Выстроить такие отношения Которые позволят Не надо выстраивать Таких отношений Больше того Есть великая тема В том чтобы Не брать у человека Денег за требу Даже если человек Хочет тебе дать Великая тема Что ты имеешь ввиду? Я имею ввиду Что это Очень полезно И для самого священника И для Тех кто Приглашает его На ту или иную требу И чем заканчивается Вот эта вот А заканчивается Все по-разному Священник остался без денег Человек остался С деньгами Но он же не вообще Остался без денег И это не общее правило Что не брать Никогда и ни от кого Но В психологии Обычного человека Очень часто Работает такое правило Что священник пришел Как представитель Бога Так скажем Что-то сделал Из Бога надо рассчитаться Надо заплатить Не важно Что это нельзя делать Напрямую Богу Вот есть его представитель Надо ему Так сказать Вот Да А это правило Как красиво нарушается Когда священник Этих денег не берет Человек остается Нереализованной Его потребность Закрыть Свести баланс Своего вот этого счета С Богом К нулю Он Должен Богу Не просто должен Зайти раз в месяц Свечку поставить А он оказывается Вот как-то Должен больше Что это больше Ты подставляешь Человек Ты создаешь ему Некомфортное ощущение А священник призван К тому Чтобы создавать Человеку Некомфортное ощущение Он просто берет И говорит Что Вылазьте из вашей скорлупы Останавливает его гаишник За превышение скорости Ну бывает И священник Как бы так вот Простите Ему гаишник говорит Батюшка Ну вы за меня помолитесь Что должен священник сделать Дать взятку Он сказать Вы уверены Что вы хотите Что мы за вас помолились Ведь начнется же работа Над вашей душой Боженька вас коснется чем-то У вас начнутся сложности Трудности Вам придется Побывать В некомфортном положении С тем Чтобы ваша душа Начала возрастать Так что молимся Или так поедем Да это шантаж просто Нет что ты Какой шантаж Чистой воды Никакого шантажа Люди перестанут Человек Это самая неудобная фигура Вообще для Вернее священник Неудобная фигура Для человека Потому что человек Все время думает Что священник Это что-то совершенно особенное Такое вот Неотмирное Полусвятое Такое вот Как-то Непонятно как И всегда появление священника В жизни человека Это Это неудобно как-то Кроме тех Кто священников уже любит И Кто сам в каком-то смысле Вот такой вот Из этой среды Кто сам уже Внутри Инсайт Вот А для всех остальных Это Вкрапление В жизнь В том числе В финансовую В финансовую В любую Какую хочешь И поэтому Лучший способ Распоряжаться Своими деньгами Это Вложить их В небесный банк Потратив Их На нищих На нищих На тех Кого надо От чего-то спасать Реально На больных Которых Огромное количество Вот На многих Других Безусловно Да Это лучший Способ Скажи Ведь Церковь Это своих-то денег В общем-то нет Потому что Она живет На подаянии И поэтому Когда вот Церковь пытается Объяснять людям Что нужно так поступать Но я сейчас не говорю Лично про тебя Вот именно От имени церкви Это выглядит Ну Несколько Некорректно Потому что Церковь Сама Без денег Чужими деньгами Чужих людей Делает Какие-то Хорошие дела И при этом Призывает Людей Тратить деньги Опять-таки Церковь Здесь нельзя мыслить Как какой-то институт Церковь Это богочеловеческий Организм И все те Кто Вот Чужими деньгами Чужими руками Это не чужое Это Клеточки церкви Церковь Может Внутри Вот этого Своего организма Как-то Помогать людям Может быть Перераспределять Направлять Какие-то Потоки Куда-то Как-то Но это все-таки Не чужое Церковь Никому не приказывает Никого не заставляет Она просто Подсказывает Человеку Как Можно было бы Распорядиться Тем или иным Но опять-таки Если человек Хочет Мы же не бегаем Никуда И не говорим Что Отдайте Или завтра погибнете Ни в коем случае Такого и близко быть Не должно и нету Никого шантажа И слава Богу Ну конечно Слава Богу Естественно Спасибо В разговорах На ты был Священник Алексей Котельников Со своим отношением К чужим деньгам До встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому